Телеканал КРТ представляет в официальном документе Константинопольского патриархата под названием «За жизнь на пути к социальному этосу православной церкви». Болгарское издание «Дневник» влажно мечтало «Освободите Миннесоту, освободите Мичиган, освободите Вирджинию». В случае своего второго пришествия на пост президента США Дональд Трамп вспомнит многих искричавших «Распни его!». Столь же оперативно, как мои кошки на стук дверцы холодильника, на дискуссию о долговых обязательствах отреагировал серийный филантроп Джордж Сорос. Наш благотворитель-мародер приводит прецеденты таких размещений, которые для Евросоюза являются беспрецедентными. Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередная юбилейная 13-я программа «Международная панорама» и ее ведущий Дмитрий Джангиров. «Христос воскресе!» И потому неудивительно, что именно в пасхальный понедельник дьявольское отродье биржевых минял ощутило дыхание либеральной гиены огненной, отрицательных цен на нефть. Как говорится, хочешь насмешить Господа, расскажи ему 19 апреля о своих планах на прибыль по майским фьючерсам. Впрочем, мы с вами не сомневаемся, что крах либерализма столь же неотвратим, как второе пришествие Спасителя. Просто в пришествие мы верим, а крах прогнозируем. И начнем мы программу с тонкого пограничья между верой и прогнозом, в котором оказался один ярый враг второго пришествия. Речь идет о патриархе Варфоломеи, который выступил против второго пришествия Дональда Трампа, назвав миграционную политику Дональда Федоровича оскорблением Святого Духа. Именно такая оценка дана в официальном документе Константинопольского патриархата под названием «За жизнь на пути к социальному этосу православной церкви». В целом, документ носит религиозный и душеспасительный характер, задаваемый вступлением под названием «Время служить Господу». Цитата. «Мы живем в мире, в котором царит падший порядок, разрушенный, омраченный, порабощенный смертью и грехом, терзаемый насилием и несправедливостью. Это не то состояние, которого Бог желает для своего творения». Конец цитаты. Собственно говоря, обсуждать теологическую часть данного документа для столь грешного раба Божьего, как ваш покорный слуга, было бы непростительным кощунством. Но данный документ содержит небольшую, но вполне четко артикулированную политическую часть. А значит, у нас развязаны руки формулой «Богу Богово, Кесарю Кесарево». В заключительной части раздела 7 «Православие и права верующих» «Стамбульский патриархат возвышает свой голос в защиту мигрантов, осуждая тех, кто не в состоянии пробудить в себе братской любви к ним». «В наше время мы видели, как некоторые европейские правительства и множество идеологов оказывали влияние на защиту христианской Европы, стремясь полностью закрыть границы, продвигая националистические и даже российские идеи и бесчисленным множеством других способов отвергая слова самого Христа. Мы видели, как националистическая паника поощралась в Европе, в Австралии, в Америке». Конечно, возможно, и такая интерпретация позиции некоторых европейских правительств, которые действительно выступают за резкое ограничение миграции. Однако возникает вопрос, на какие именно слова Христа ссылается новая социальная доктрина, подготовленная под руководством Варфоломея. В документе приводятся слова Иисуса из Евангелия от Матфея. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». И далее, цитата. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Здесь мы вновь возвращаемся в сферу теологии, где я не имею морального права спорить, но, включая элементарную логику, могу констатировать. В документе, странствующий по Палестине с проповедями Иисус, сравнивается с мигрантом, а нынешние мигранты подводятся под категорию братьев меньших Христа. Да, чудные дела твои, Господи, особенно в Стамбуле. Однако, главной мишенью критики является миграционная политика нынешней американской администрации. Цитата. В Соединенных Штатах, самой могущественной и богатейшей нации в истории, фактически рожденной в результате огромного потока иммигрантов со всего мира, мы видим, что политические лидеры не только поощряют страх и ненависть к лицам, ищущим убежище и обнищавшим иммигрантам, но даже применяют террор против них, похищение детей от их родителей, разрушение семей, мучение родителей и детей, интернирование их всех на неопределенный срок, отказ в надлежащей процедуре для просителей убежища, клевета и ложь против тех, кто ищет убежища, развернутые вооруженные силы на южных границах, чтобы пугать и угрожать невооруженным мигрантам, использование российской и националистической риторики против просителей убежища ради политического преимущества и так далее. Все такие действия являются нападками на образ Божий в тех, кто ищет нашей милости. Это оскорбление Святого Духа. Конец цитат. Понятно, что подобного рода оценки направлены на то, чтобы отвратить достаточно многочисленную паству американской архиепископии Константинопольского патриархата, окорбляющую греческую общину Соединенных Штатов, от голосования за Дональда Трампа. Фактически православный патриарх Варфоломей возвращает свой политический долг католику Джо Байдену, который помогал патриарху осуществлять его международные проекты, главными из которых стала выдача Томаса части украинских православных, объединившихся под брендом Православная Церковь Украины. Можно напомнить, как в сентябре 2018 года, когда Константинопольский патриархат уже готовил выдачу Томаса, предстоятель так называемого Киевского патриархата Филарет отправился в США, где провел встречу с Джо Байденом и вручил ему орден святого равноапостольного князя Владимира Великого второй степени. Интересно, что антитрамповская риторика цитируемого документа во многом повторяет заявление Папы Римского Франциска перед предыдущими президентскими выборами в США. Можно, однако, вспомнить, что, согласно изданию Christian Headlines, в конце октября 2019 года католический священник отказался причащать Джо Байдена, позиционирующего себя как верного католика. Тогда Байден проводил агитационную кампанию в штате Южная Каролина и зашел воскресным утром в католическую церковь Святого Антония в городке Флоренция. Однако, приходской священник Роберт Мори отказался причащать политика из-за того, что тот выступает в поддержку абортов и обещает сделать все для их легализации в стране. Для полноты картины можно дополнить, что перед предыдущими выборами Дональд Трамп получил благословение от одного из греческих православных священников. Думаю, что и сейчас найдутся православные клирики, не обращающие внимания на теологические изыски Вселенского Патриарха. Тем более, что в случае своего второго пришествия на пост президента США Дональд Трамп вспомнит многих искричавших «Распни его!». Так, например, он может поддержать борьбу американской архиепископии Константинопольского Патриархата за автокефалию. А тогда и Таип Эрдоган может вспомнить о наличии у него в стране параллельной турецкой православной церкви, созданной еще Кемалем Ататюрком. Впрочем, пока Варфоломей исправно благословляет все военные операции турецкой армии в Сирии, у Эрдогана особых претензий к патриарху нет. Кроме одной. Почему в день государственного переворота 16 июля самолет Варфоломея был подготовлен к вылету из страны? Завершая религиозно-политическую тему, хочу выражать искреннюю признательность Александру Вознесенскому, который помог подготовить мне данную часть панорамы. Ну, а два главных кандидата на победу на президентских выборах в США продолжают усиливать свои позиции, не надеясь только на благословение и причастие. Так, на заявление Байдена о том, что он выберет на пост вице-президента женщину, откликнулся известный политик и общественный деятель Аль Шерптон, бывший советник Белого дома при президенте Бараке Обаме. Он предложил Байдену пригласить на пост кандидата в вице-президенты Мишель Обаму, супругу бывшего президента США. Можно отметить, что, с одной стороны, среди сторонников ДЭМ-партии, экс-первая леди пользуется огромной популярностью. С другой, она ясно дала понять, что не хочет возвращаться в Белый дом. Однако представители демократов заявили, что хотели бы ее уговорить. Дональд Трамп, со своей стороны, заочно отвечая на призывы Константинопольского патриархата к милосердию, заявил о планах временно заморозить выдачу грин-карт, дающих иностранцам право жить и работать в США, не являясь их гражданином. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме. Ранее Трамп написал в своем твиттер-эккаунте, что собирается подписать указ о временной приостановке миграционного потока в США. Президент отметил, что эти меры продиктованы распространением коронавируса и необходимостью сохранить рабочие места для американцев. По данным New York Times, после подписания указа, грин-карты останутся доступны только для детей или супругов граждан США. Кроме того, Дональд Трамп де-факто возглавил протесты против жестких карантинных мер в ряде штатов США. Правда, во время пресс-конференции 16 апреля президент Трамп не проявлял присущего ему максимализма, заявив, что власти штатов вправе принимать решения о снятии ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Президент призвал губернаторов снимать ограничения только в том случае, если в течение двух недель фиксируется падение как числа заболевших, так и количество людей с симптомами коронавируса. Кроме того, системы здравоохранения штатов должны иметь возможность работать в нормальном режиме без перегрузок. Цитата. «Мы не открываем все и сразу, но делаем шаг за шагом». Однако реально Дональд Трамп достаточно жестко подталкивает губернаторов на ускоренное снятие карантина. Проблема состоит в том, что у президента США нет полномочий действовать в данном вопросе через голову губернаторов. С другой стороны, сами губернаторы допускают большое количество перегибов, нарушающих законы и Конституцию. Так, в штате Мичиган, возглавляемом демократом Гретхен Уитмер, разрешена только продажа товаров, необходимых для поддержания жизнеобеспечения. Все крупные магазины площадью более 4,5 тысяч квадратных метров закрывают отделы, торгующие товарами, не подпадающими под это определение, в том числе садовым инвентарем и семенами вперед посевной. Крайне затруднено перемещение людей. Некоторые не могут вернуться в Детройт из загородных домов. На губернатора ежедневно подаются тысячи исков. Губернатор Индианы, демократ Эрик Холькомб, издал постановление, как должны проходить церковные службы. Не более 10 человек в одном месте, возраст прихожан не более 65 лет, отсутствие физического контакта друг с другом и со священниками. Если идет раздача хлеба и вина, тела и крови Христовой, то только в заранее сделанной упаковке. Тем самым он прямо нарушил конституции США и Индианы, которые запрещают законодательное регулирование выражения религиозных предпочтений. И Минюст, разумеется, вступился за церковью. При этом Дональд Трамп открыто поддерживает требования населения губернаторам открыть штаты своими лаконичными твитами «Освободите Миннесоту», «Освободите Мичиган», «Освободите Вирджинию». Действительно, в целом ряде штатов акции протеста против введенного карантина организуют общественные организации и фонды, близкие к консервативному крылу республиканской партии. Как исключение протесты организуют ультраправые организации. Однако, неполживая либеральная пресса подает это с точностью до наоборот. Вот статья в светоче журналистики The Washington Post под заголовком «Сторонники свободного ношения оружия через группы в Фейсбуке распространяют призывы к антикарантинным протестам». На фото мы видим белых молодчиков с автоматическими винтовками. Чуть в глубине – плакат со свастикой и слоганом «Хайл Уилмер». Статья начинается с информации о том, что протесты с требованием отменить режим самоизоляции в целом ряде американских штатов устраивает ультраправая группировка из Миннесоты, которую возглавляет борец за свободное ношение оружия Бен Дор. Авторы материала утверждают, что Дор и два его сводных брата распространяют в соцсети информацию, что опасность коронавируса сильно преувеличена, а граждане должны выходить на улицы, чтобы выступать против карантинных мер, предлагаемых властями разных штатов. Так, например, созданная группа жителей Висконсина против карантина утверждает, что задачей губернатора Тони Эверса служит контроль над жизнями простых граждан и уничтожение частного бизнеса. В Нью-Йорке создатели группы в Фейсбук обвинили губернатора Эндри Куомо в том, что он нарочно сгущает краски и преувеличивает опасность. Далее, уже задав определенный фарватер, The Washington Post указывает, что в некоторых других регионах организаторами протестов стали представители республиканской партии. Например, в Мичигане против самоизоляции выступила входящая в избирательный штаб президента Дональда Трампа супруга местного конгрессмена Мэшен Мэддок. В Фейсбук на вопрос о блокировке групп, призывающих к отмене самоизоляции, заявили, что не могут запретить их деятельность, поскольку этому не противятся местные власти. Ограничения коснулись лишь тех, кто призывал к демонстрациям в Калифорнии и Нью-Джерси, где ввели жесткие карантинные меры. И только в самом конце повествования расследователи указывают, что участников демонстрации в нескольких американских регионах поддержал лично Дональд Трамп. Но, несмотря на приближающиеся выборы, экономические бури и пандемию коронавируса, президент США заботился, наконец, проблемой вакансии на должностях послов на постсоветском пространстве. На сайте Белого дома появилась информация о том, что Дональд Трамп выдвигает на рассмотрение Сената заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и Евросоюза Джулию Фишер в качестве кандидата на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии. Кроме того, появилась информация, что сдвинулся с мертвой точки вопрос назначения посла США в Киеве. Более подробно вопросы корректировки американской дипломатии на постсоветском пространстве мы разберемся экспертом Фонда общественной дипломатии Александра Решмиддиловой. Добрый вечер, Александра. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, зрители. Ну, в Белоруссию, как и следовало ожидать, прибывает посол с репутацией такого известного борца с российским империализмом, которая работала и в Украине в эпоху Ющенко, и в Грузию в эпоху Саакашвили. Ну, и вообще у нее такой длинный-длинный очень шлейф сотрудничества и по линии НАТО, она в тех структурах была, ну и, как разумеется, по линии спецслужб, поэтому имеем право догадаться про это. Что еще? Какие вводные? Ну, смотрите, мне кажется, что пока не стоит забегать наперед, она еще не прибывает. Это условно пока появилась информация о том, что ее рекомендуют непосредственно Трамп. То есть это этапы договоренностей, и она должна пройти еще процедуру одобрения в Сенате. Мы знаем, что там есть большинство республиканцев, и проблемы, в принципе, быть не должно, но, в принципе, еще есть нюансы и временные рамки, как и рассмотрение в Сенате неясной, так и непосредственно, когда же она сможет вступить в свои непосредственные полномочия. Я думаю, что это может быть уже условно ближе к выборам августовским в Беларуси, то есть, опять-таки, условно не завтра. Скажу так, договоренности о том, чтобы возобновить дипломатические отношения, велись достаточно длительный период, и как самим Лукашенко, то есть, условно, еще периода осени, так, сентября, потому что были переговоры и встречи с Дэвидом Хейлом, далее последовали визиты непосредственно Пампео, это февральский визит, такое, условно, турне Пампео, которое, я думаю, было тоже не последним в процессах переговоров, согласования. Непосредственно был еще и визит Уэса Митчелла, который тоже поднимались вопросы и дипломатических отношений. То есть, я так понимаю, что это поэтапная фильтрация, и вот сейчас мы имеем очередной, как бы, этап уже непосредственно, что это все дошло до Трампа, и он непосредственно разобрался, кого и куда он собирается назначать. Особенно давайте понимать, что Беларусь для Соединенных Штатов важна в контексте Балто-Черноморских каких-то проектов, и условно вот этого звена Беларуси им явно давно не хватало, потому что и с странами Балтии, и с Польшей, и с Украиной там уже более-менее все понятно, а вот с Беларусью это, можно было сказать, недостающий пазл, недостающие пиксели. Я думаю, что важно, как Беларусь проведет выборы, насколько они будут подобием демократичных, прозрачных, без каких-то эксцессов инцидентов. И надо понимать, что работа по беларускому направлению будет такой медленной, длительной, небыстрой. По крайней мере, она хоть начнется, потому что мы знаем, что 12 лет не было посла, были временные поверенные, поэтому меняется, скажем так, приоритетность, меняется взаимодействие. Но опять-таки, вы же знаете, чтобы дружить с Соединенными Штатами, это надо дружить условно долларом. Эта вся дружба, она основывается на взаимовыгодных каких-то сделках. Вот посмотрим, будут ли в дальнейшем какие-то такие сделки, будут ли помощи условные друг другу. Вот это все будет показывать, насколько плотными будут отношения. Но определенный сдвиг, да, мы наблюдаем. Но и, честно сказать, Трамп не быстро, это медленные процессы, но он назначает по разным направлениям. И Украина тоже не исключение, вот и у себя же тоже ждем нового посла. Ну, стоит отметить, что Джулия Фишер, это такой кадровый дипломат, да, с хорошим знанием региона всего, и России, и Украины, и Грузии, и Белоуссии теперь. Она, кстати, владеет и грузинским, и украинским языками, да, то есть такой специалист, знающий специфики, назовем это так. Да, правильно вы отметили, что она и в Украине периода Ющенко, но тогда у нас послом был ТЭФТ, да, и она там, скажем так, определенное тоже направление курировала. Но не сильно, чем-то там нам сильно так запомнилось. Но те, кто связывают, что блондинка Фишер будет, допустим, мягким таким коммуникатором, многие говорят, что она достаточно жесткая, и переговорные процессы держит так ровно, ну, не мягко. Но вот по Украине там как раз дискуссия шла между двумя кандидатурами. Мы знаем, что у нас был временный поверенный. Тейлор, он, кстати, свою миссию выполнял 210 дней. Это ограничение, которое есть согласно законодательству Соединенных Штатов, то есть не дольше. Сейчас у нас Кристина Квинн, она тоже, скажем так, такая временная фигура. И вот в ожидании нового посла ими, здесь две кандидатуры, но, в принципе, больше склоняются к тому, что у нас будет как раз не кадровый дипломат, а кадровый военный – это Кейт Дейтон, 70-летний. А вторая кандидатура, которая называлась как возможный вариант, более привычная дипломатическая креатура – это Фил Рикер. Но сейчас склоняются к тому, да и, честно говоря, и Трамп делал такие комплементарные заявления в сторону Кейта Дейтона. Скорее всего, именно эта фигура будет приоритетной. Такой генерал-лейтенант, знающий тоже специфику нашего региона, владеющий русским и немецкими языками. Бывал здесь, встречался и с полтораком. И хорошо знает нашу специфику, поэтому вот посмотрим. Был даже, кстати, между прочим, если это интересно, Мэттисом назначен, ну, Пентагоном, условно, Пентагоном назначен как стратегический советник по обороне США в Украине. То есть он наш регион знает хорошо. Но, скорее всего, назначение Дейтона – это все-таки с прицелом на расследование условного дела Бурисмы. Однозначно. Можно предположить, что это как бы ревизор, причем ревизор не туземцев, а что здесь натворили белые господа, которые там в Америке поссорились с другими белыми господами. Две важные миссии будут. Во-первых, он еще и хорошо знаком с борьбой с коррупцией. То есть я думаю, что эта деятельность тоже будет у него приоритетной. Дела по Бурисме, конечно, будут одним из таких задач со звездочкой для него и сбора информации. Также отдельно еще надо отметить, что, если вы помните кейс по импичменту Трампа, тогда было очень много обвинений Украина, тогда Ukrainian Gate такой тоже фигурировал, якобы было или не было давление на Украину по поводу военной помощи. Я думаю, что кадровый военный тоже должен быть направлен сюда, чтобы либо зачистить какие-то хвосты, либо разобраться в том, что действительно происходило в помощи по оборонке. Поэтому он должен быть хорошо глубоко в теме. Но я думаю, что он действительно хорошо глубоко в теме. А вот Фил Рикер, который рассматривался как альтернативная фигура, он моложе, там 54 года, кадровый военный, он как раз и о помощниках госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Это вот здесь он перекликается с Джулией Фишер, которая направляется на белорусское направление. Она как раз заместитель госсекретаря по Западной Европе и ЕС. То есть это такие, знаете, мигрирующие кадры по нашему региону, в зависимости от приоритетов и задач. Но все равно надо отметить, что несмотря на то, что Трамп действительно выкорчевывает кадры, расставленные еще демократами, он больше пытается расставить своих уже, своих людей, приближенных, которым он дает где-то добро, он это понимает, что это для него работа на определенную перспективу. Благодарю вас, Александра. До новых встреч. Международному валютному фонду, возможно, придется выйти из зоны комфорта и рассмотреть исключительные меры, чтобы помочь странам справиться с пандемией коронавируса и минимизировать ее экономические последствия, заявила в понедельник, 20 апреля, глава организации Кристалина Георгиева в своем блоге на официальном сайте МВН. За кредитами в связи с эпидемией коронавируса к фонду уже обратилось 103 страны. Согласно совместному докладу МВФ и Всемирного банка, в 170 странах мира произойдет падение уровня жизни. Прогнозы роста и падения ВВП на 2020-2021 годы на постсоветском пространстве вы можете видеть на диаграмме. Согласно прогнозу МВФ, Украина входит в топ-3 подсоветских стран, у которых ВВП упадет в 2020 году сильнее всего. Хуже ситуация только у Литвы и Латвии. При этом их экономики практически полностью восстановятся за год. Экономике же Украины понадобится на это около 2-3 лет. При этом от заявлений главы МВФ отнюдь не веет оптимизмом. «МВФ, как и нашим странам-членам, возможно, придется выйти еще дальше за пределы зоны комфорта и подумать, не нужны ли в этой исключительной кризисной ситуации исключительные меры». В то же время программы МВФ могут быть витированы Соединенными Штатами, единственной страной, располагающей блокирующим пакетом акций. Так, министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе выступил против эмиссии специальных прав заимствований – расчетной единицы фонда, привязанной к валютной корзине. Конечно же, свою позицию Мнучин пояснял самыми благими побуждениями. Мол, 70% полученных таким образом средств будут направлены в страны большой двадцатки, большинству из которых они не нужны, и лишь 3% получат самые бедные страны. На самом же деле, как сообщило агентство Reuters, Соединенные Штаты блокируют эмиссию специальных прав заимствований, поскольку это даст новые каналы финансирования Ирану и Китаю. Вместо этого Мнучин предложил передовые экономики мира вложиться в фонды МВФ, из которых выделяются средства беднейшим странам. Как сообщила на прошедшей в четверг, 16 апреля, видеоконференции стран большой двадцатки госпожа Георгиева, в ближайших планах МВФ изыскать дополнительно 18 млрд долларов для фонда снижения бедности и еще 1,8 млрд долларов на субсидии. Разумеется, в очереди за очередным траншем стоит и Украина, выполнившая практически все условия кредитования, кроме пресловутого банковского закона, принятого только в первом чтении. Единственной ложкой меда в этой бочке дегтя являются результаты недавнего опроса Киевского международного института социологии, согласно которому меньше трети, 32% респондентов, утверждают, что Украине лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. В то же время почти половина, 46%, разумно считают, что делать этого не стоит. 22% опрошенных затруднились с ответом. Интересно, что еще совсем недавно, в октябре прошлого года, картина была зеркальной. 44% украинцев высказались тогда за сотрудничество с МВФ, 37% выразили свое негативное отношение к фонду, 18% затруднились ответить. Более подробно ситуацию с кредитами от МВФ, привязанными к коронавирусу, мы обсудим с экономическим экспертом Юрием Атаманюком. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, Дмитрий. Посмотрите, вот мы понимаем, когда кредиты МВФ выдаются под определенные программы, тем более их три таких программы, под которые эти деньги выдаются. А как выдаются деньги под коронавирус, или тем более бедным странам, правда, пока мы под определение «бедная страна» еще не попадаем? Ну, на самом деле, это хорошо, что мы не попадаем под определение «бедная страна», только люди, к сожалению, этого не чувствуют, потому что фактически мы стали самой бедной страной Европы и самой бедной страной постсоветского пространства. У нас, если по стандартам ООН, 5 долларов должно быть прожиточный минимум в день, так у нас минимальная зарплата насчитывает, у нас прожиточный минимум 55 долларов. Теперь, что касается кредита МВФ, ну, МВФ – это системная последовательная организация, и, конечно, в случае с нами, кредит, продолжение кредита с коронавирусом будет полностью коррелироваться с теми условиями, которые они ставят для выдачи стабилизационного кредита, который звучал в районе 5,5 миллиардов долларов, они будут настаивать на доведении на их условиях закона о земле и на их условиях вот этого закона банковского. На сегодняшний день, вот мы пережили один месяц карантина, четко есть после последней социологии информация, что 20% украинских предприятий малого-среднего бизнеса не откроется. Это раз. Давайте посмотрим аналогию за океаном. По состоянию за апрель оплатили аренду только 69% американцев. Если до этого все платежи приближались к 100%, уже сейчас мы говорим, что меньше 70%. А у них в арендованных домохозяйствах живет треть населения страны. 110 миллионов населения. То есть идет цепная реакция. Не оплатили аренду, держатель недвижимости не оплатил ипотеку, пришли к банковскому кризису в США, где есть запас, где печатают деньги, где ФРС выделяет 4 триллиона компенсаторов на борьбу с коронавирусом, на потери экономики. Что говорить о нас? Сегодня нужно садиться и в экономическом плане, понимая все вызовы, что происходит и что будет, перезагружать взаимоотношения между странами в том числе. Ведь вы смотрите, в заявлении Международного валютного флота что говорят? Первое, что это кризис, который можно сравнивать только с Великой депрессией 29 года. Это первое. Второе. Пострадает 170 стран мира. Никогда, ни от какой войны, ни от какого экономического кризиса такое количество стран никогда не страдало. В лучшем случае, при оптимистическом подходе, при оптимистическом развитии ситуации, последствия будут устранены, мы выйдем на точку, которая была в феврале, мир выйдет к 2025 году. Юрий, а вам не кажется, что вот это сравнение с Великой депрессией это, в общем, такая пугалочка? Потому что во времена Великой депрессии действовал золотой стандарт. И, например, то, что сейчас делает Трамп и ФРС, заливая экономику долларами, тогда это было невозможно сделать. Появилось намного больше инструментов финансовых. Кстати, никто не знал тогда про фьючерсы нефтяные, например. Ну и про многие другие инструменты. Смотрите, падение финансовых рынков в связи с их надутостью уже в 2020 году было ожидаемо. В том числе с нефтяными фьючерсами и другими инструментами. То есть это было. Но никто не ожидал добавления вот этого состояния с вирусом и полностью перезагрузки многих приоритетов. Ключевой момент, который все-таки в применении к Украине. Вот Георгиева говорит, что мы должны бороться, мы будем финансировать, мы будем все. Но я хочу удержать страны от протекционизма. Она этим, в принципе, дает нам подсказку, что должна делать Украина для того, чтобы минимизировать ситуацию. Но мы должны думать о протекционизме прежде всего нашего сельского хозяйства. Мы сейчас плотно входим в кризис продовольствия. Украина должна тоже об этом думать, чтобы не экспортировать зерно, когда оно начало дорожать в связи с ожиданием продовольственного кризиса, а для того, чтобы мы привлекли сюда деньги, потому что мир залит деньгами. Ведь вдумайтесь, в этот кризис 8 триллионов – это фискальный ответ по миру, а 6 триллионов – это еще центробанки вливают. Вот 14 триллионов денег сейчас одномоментно вливается в мире за счет дополнительной эмиссии. Это же не за счет чего-либо. Наша задача, чтобы эти деньги притекли к нам. И чтобы мы, имея возможность, сегодня у нас отсутствует индустриализация сельского хозяйства. Сегодня время его делать. Для этого должен быть протекционист. Заградительные пошлины на экспорт сырья и заградительные пошлины на импорт готовых продуктов. Я благодарю вас за беседу. Это был Юрий Атаманюк, экономический эксперт. Благодарю вас. Спасибо. Впрочем, в дополнительных средствах в связи с пандемией COVID-19 нуждаются не только бедные страны, для которых МВФ выступает кредитором последней надежды. Идею одолжиться по-крупному вынашивает целый ряд государств Евросоюза, чья экономика в наибольшей степени пострадала от коронавируса. В прошлый четверг, 16 апреля, лидеры Европейского Союза собрались на видеоконференцию, на повестку дня которой было вынесено предложение, подписанное правительствами девяти стран Еврозоны, выпуск так называемых коронаоблигаций, нового типа общего долгового инструмента. Идея выглядела красиво. Единение севера и юга, кредиторов и заемщиков в солидарных облигациях, которые привлекли бы средства под низкий процент, как для сверхнадежных заемщиков, таких как Германия и Нидерланды, а воспользоваться ими смогли бы куда менее надежные должники Италия, Греция, Болгария. Болгарское издание «Дневник» влажно мечтало, цитата, «коронаоблигации позволят снизить стоимость заимствований в некоторых наиболее пострадавших странах, предотвратив новый кризис суверенного долга и высвободив необходимое финансирование для инвестиций в здравоохранение и восстановление экономики». Конец цитаты. Однако иллюзию солидарности жестко разбили Германия, Нидерланды, Австрия и Финляндия, которых болгарское издание нарекло «бережливой четверкой». Впрочем, необходимо отдать должное болгарским журналистам. Критикуя эту четверку за отказ от европейского финансового единства, они четко изложили позицию этих стран. Цитата. «Выдача общего долгового инструмента накажет страны, откладывающие на черный день, и будет стимулировать дополнительные ошибки в фискальном управлении среди тех, кто не откладывает». Конец цитаты. «То есть те, кому не нужно занимать для себя ввиду наличия резервов, не хотят занимать для других и тем более солидарно обслуживать абсолютно излишний для них государственный долг». Заключительным аккордом европейского единства стал призыв министра финансов Нидерландов Вопке Хукстра к Брюсселю выяснить, почему некоторые страны еврозоны не решили свои проблемы до пандемии. Это замечание премьер-министр Португалии Антонио Коста назвал отвратительным и бессмысленным. Впрочем, на прошедших выходных общество любителей дешевых кредитов пополнилось еще тремя странами – Балтии, Кипром и Словакией. Так что выпуска солидарных короннооблигаций теперь уже требует 14 государств-членов ЕС. Самым активным сторонником короннооблигаций является премьер Италии Джузеппе Конти, который на выходных дал интервью немецкой «Зюддойче Цайтунг» под весьма характерным заголовком «Италия осталась одна». Весь этот плач Ярославный на тему «Почему все должны спасать Италию» интересен достаточно жесткой манерой ведения диалога немецким журналистом Оливером Майлером. Так журналист напоминает итальянскому премьеру об огромной горе итальянских долгов, на что Джузеппе Конти взрывается эмоциональной тирадой, уходя от прямого ответа. Цитата. «Кое-кто утверждает, например, что итальянцы всего лишь хотят, чтобы другие страны расплачивались по их долгам». Но это возмутительная ложь. История доказывает обратное, когда речь заходила о том, чтобы помочь той или иной стране, лежавшей вследствие неких эпохальных событий в руинах, встать на ноги. Италия всегда была в первых рядах, например, после Второй мировой войны. Тогда мы не только продемонстрировали солидарность, но и помогли в разработке планов на будущее. В итоге возник европейский проект. Вот и сейчас, когда все оказались затронуты событиями, в которых никто конкретно не виноват, нам необходима солидарность. Но в первую очередь речь идет о том, чтобы мы подарили нашим детям и внукам совместное будущее. Конец цитаты. Не получив ответа на заданный вопрос, Оливер Майлер охотно переходит на предложенную премьером колею. Цитата. Кстати, что касается Второй мировой войны, когда итальянцы злятся на немцев, они всегда напоминают о войне. Недавно один депутат заявил, что итальянцам надоел диктат внуков Гитлера. Конец цитаты. В один из моментов интервью журналист перебивает стенание Конте вопросом. Кажется, вы настроены недоверчиво. Вы убежденный европеец? На что получает интересный ответ. Цитата. Я никогда не был в восторге от таких категорий. Скажу только. Национализм вредит Европе примерно так же, как и лицемерный европеизм. Что необходимо, так это критический, но конструктивный европеизм. Мы как раз переживаем исторический момент, который требует политического качественного скачка. Я вижу это точно так же, как Эммануэль Макрон. Мы оба уверены, что на кону стоит европейский проект. Я здесь говорю не только о следующих выборах, но и об идее Европы. Конец цитаты. На дипломатическом языке это означает, что Риму сегодня милее европейское лидерство Парижа, нежели Берлина. Ибо Берлин лишний раз платить не желает. Столь же оперативно, как мои кошки на стук дверцы холодильника, на дискуссию о долговых обязательствах отреагировал серийный филантроп Джордж Сорос. В своей авторской статье в издании Project Syndicate этот любитель юных демократий предложил Евросоюзу выпустить так называемые вечные облигации для финансирования фонда восстановления. Причем рассмотреть этот вопрос немедленно, уже на предстоящем саммите Европейского Совета 23 апреля. Наш благотворитель-мародер приводит прецеденты таких размещений, которые для Евросоюза являются беспрецедентными. Цитата. «Самый известный пример – Великобритания, которая использовала консолидированные облигации, так называемые консулс, для финансирования наполеоновских войн, а позже Первой мировой войны». Конец цитаты. Международный спекулянт утверждает, что у вечных облигаций имеются дополнительные преимущества, главная из которых состоит в том, что, цитата, «вечные облигации не нужно погашать, поэтому они создают невероятно легкую бюджетную нагрузку для Евросоюза, несмотря на значительную финансовую огневую мощь, которую они способны мобилизовать. Евросоюзу не надо их ревинансировать, когда приближается срок погашения, не надо возвращать сумму основного долга и даже не надо откладывать деньги на их грядущее погашение. ЕС будет лишь обязан регулярно выплачивать проценты по этим облигациям. Вечные облигации на сумму 1 трлн евро с купоном 0,5% будут стоить бюджету ЕС всего лишь 5 млрд евро в год. Это меньше 3% бюджета ЕС на 2020 год». Конец цитаты. Носит ли нынешний кризис Евросоюза чисто финансовый характер? Либо, как утверждают некоторые, речь идет о системных сбоях или даже необратимых процессах развала? Об этом мы поговорим с экспертом-международником, директором Института «Новая Украина» Святославом Денисенко. Добрый вечер, Святослав. Добрый вечер. Давайте мы поговорим о том, почему не могут договориться по деньгам, по займам, кредитам, по каким-то взаимным списаниям страны Евросоюза. Ведь когда все было хорошо, столько было слов про евросолидарность, единые ценности. Ну вот я просто вот, знаете... Это не первое, конечно, испытание, которое проходит Европейский Союз. Там целая очередация, цепочка кризисов началась. Собственно, первый кризис, это условно 2008-2009, это финансовый. Потом он плавно перетек в кризис суверенных долгов, который охватил периферию Европейского Союза Юг. Следующий был миграционный кризис. И вот еще одно кризисное испытание. То есть Евросоюз проходит это бесконечно долго. Но сейчас, мне кажется, вызов намного более серьезный. Почему? В чем дело? Это не рядовое событие. И об этом, собственно, говорят сейчас и представители международных финансовых институтов, МВФ. И говорят, что с таким кризисом мы еще не сталкивались. Почему? Потому что происходит слом очень многих моделей организации экономики, организации ценообразования. Смотрите, вот на Наймакс упала нефть. До минус 35 долларов за баррель. Это что означает? Что механизм ценообразования, понятно, там спекуляция, все. Но что означает? Механизм ценообразования сломлен. Нет логистики, обеспечивающей, так сказать, от добытчика к хранителю, к переработчику и, собственно, к потребителю. И вот такие сломы моделей, они сейчас происходят в разных отраслях. Мы уже говорили о том, что 70% ВВП Евросоюза генерируется за счет сферы услуг. Соответственно, вот эта сейчас модель ломается. И государство фактически должно обеспечивать, государство или другой субъект, должен обеспечить менеджмент, управление всем этим, всем социальным процессом. То есть, сохранение рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса, чтобы он не разорился. Поддержание потребления, потому что, собственно, сейчас будет очень серьезный спад спроса. Соответственно, выживание Европейского Союза как политического, как политии, зависит именно от того, сможет ли он на центральном уровне не просто выделить деньги, а теперь организовать процессы вот на всем этом общем рынке. Процессы взаимодействия между разными отраслями, процессы взаимодействия между разными государствами. А если же центр принятия решений, выделения помощи, организации вот этого управления социальным процессом переместится опять к национальному государству, тогда Европейский Союз, так сказать, вот тогда у него возникнут большие проблемы. И дело же не в деньгах, там, да, 540 миллиардов евро, на первый взгляд, кажется большой суммой, ну, вот, собственно, которую будут делить, да, о которой речь идет. Там, 100 миллиардов как раз на политику занятости, 250 миллиардов на поддержку бизнеса. Вот, цифры выглядят красиво, но давайте вспомним, что только на спасение Греции, а это относительно небольшая экономика, перед кризисом где-то 250 миллиардов евро был ВВП, вот, на ее спасение потратили 289 миллиардов долларов за три транши. Там и МВФ участвовал тогда. То есть, а сейчас в кризисе оказались такие крупные игроки, как Италия, как Испания, где остановилось, собственно, вообще экономический процесс. Поэтому, когда, предположим, итальянцы, испанцы требуют увеличить как минимум до полутора миллиардов евро общий пакет стимулов, так и этого, собственно, может быть. Полтора триллиона. Триллиона, извините. Миллиарды уже. Полтора триллиона, конечно, я просто говорил. Полтора триллиона увеличить. Да, и самое главное, мы вошли, и Европейский Союз, и мир в целом, мы вошли в очень длинную зону неопределенности, где нет ответа вообще, как сказать, помогут эти деньги или нет. Вот я хотел пяткой вопрос сказать. А смысл, ну, в смысле, насколько эффективно можно потратить 100 миллиардов на политику занятости, если вы посткризисную структуру занятости сегодня не можете предположить, причем я отвечаю, ну, и вы читаете, разумеется, их экономическую прессу, их прогнозистов, но растерянность, либо есть прогнозы, что очень сильно поменяется структура занятости. Смотрите, есть сейчас достаточно линейные прогнозы. Что они говорят? Будет спад. Вот по оценкам Европейского Центробанка, ежемесячно экономика ЕС теряет 2,5-3%. Значит, соответственно, если карантин там продлится 2 месяца, будет потерять порядка 5% в динамике ВВП, дольше, дольше. Вот. И, соответственно, мы выходим на... И МВФ там прогнозирует, да, что вот экономика Германии может сократиться по итогам 2020 года на 7%, экономика Испании больше. Но это очень линейный прогноз, который не учитывает, что... А где будут точки роста? Что создаст, так сказать... Мы же входили в 2020 год уже с очень такими достаточно опасными макроэкономическими показателями в целом по миру. Стагнация в мировой торговле выражена. Спад промышленного производства в той же Германии, который несколько кварталов уже длился подряд. И вот сейчас, где эти будут точки роста, учитывая, что повышать потребительскую активность, стимулировать потребительскую активность, ну, достаточно сомнительно, как они будут это делать. То есть, предположить, что вот пройдет там 2-3-4 месяца ограничительных мер, все выйдут с карантина и начнется бизнес из-южил, это большой вопрос. Ну, давайте надеяться на лучшее, что нам повезет. Да, будем надеяться. Тогда благодарю за оптимизм. Спасибо большое. Все отечественные эксперты по пандемиям и коронавирусам с вечера 20 апреля срочно переквалифицировались в нефтяных аналитиков, комментируя отрицательные цифры по майским нефтяным фьючерсам. Понятно, что этот феномен, несмотря на вполне рациональное объяснение, еще потребует своего осмысления в рамках поведенческой экономики, по которой на сегодня получено всего две Нобелевские премии против десятков Нобелевок, описывающих несуществующие рыночные равновесия. Итак, начнем сначала. Самая значительная нефтяная сделка в истории не остановила падение цен на нефть, а потому мы можем точно назвать главного проигравшего в нефтяной войне, якобы затеянной Эрриадом и Москвой. Это нефтяная отрасль Соединенных Штатов и в первую очередь сланцевая нефть. Что касается Саудовской Аравии и Российской Федерации, то они пока что не победители, ибо достигнутая цель подавления американской сланцевой отрасли была достигнута слишком дорогой ценой разбалансировки нефтяного рынка. Не исключено, что по итогу победителей вообще не будет. Участники разделятся на проигравших и пострадавших. Немного упрощенно, но вполне понятно, ситуацию описывает катарское информационное агентство Аль-Джазира в материале «Почему цены на нефть рухнули, несмотря на соглашение ОПЕК+. Катарский эксперт по нефтяным вопросам Ахмад Ан-Ноэми рассказал Аль-Джазире, что американские нефтехранилища скоро будут переполнены, так как всего за одну неделю туда поступило 19 миллионов баррелей. Это привело к снижению цены американской нефти до уровня ниже 15 долларов за баррель, после чего падение продолжилось. По словам Ан-Ноэми, объем запасов нефти в танкерах в настоящее время составляет 160 миллионов баррелей. Это очень большой объем, который увеличивает переизбыток на рынках. Как объясняет Ан-Ноэми, цены на нефть находятся под большим влиянием как со стороны спроса, так и предложения одновременно, чего раньше не наблюдалось. На нефтяные цены, с одной стороны, по словам эксперта, будет влиять значительное снижение спроса, особенно со стороны Китая, крупнейшего потребителя сырой нефти в мире, из-за последствий пандемии коронавируса для экономической активности на глобальном уровне. С другой стороны, на них повлияет наличие крупных запасов, будь то на суше или в танкерах на море, а также слабый спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов. Кадрский эксперт описал нам, так сказать, общий мрачный фон. А теперь еще более тревожные вводные. Согласно информации The Wall Street Journal, короткие позиции на бирже на прошлой неделе достигли рекордного объема в 68,1 миллиардов долларов. Это самый высокий показатель с января 2016 года, когда было зафиксировано коротких позиций на 59,7 миллиардов долларов. Поясню по-простому. Короткие позиции – это метод, при котором спекулянт берет у брокера в долг ценные бумаги и сразу же продает их по текущей цене. Ставка делается на то, что через некоторое время стоимость этих бумаг снизится. Тогда спекулянт выкупит недавно проданные бумаги, вернет их брокеру, а разницу в цене составит спекулятивную прибыль. Кроме того, согласно мартовскому опросу, только 11 из 25 руководителей крупнейших американских корпораций, опрошенных Американской торговой палатой в Китае и Американской торговой палатой в Шанхае, сочли невозможным разъединение экономик США и КНР. А еще в октябре прошлого года невозможным такое разъединение считали 16 из 25 руководителей американских гигантов. Но к этой всей статической картине очень быстро добавились динамические элементы. 17 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия запланировала на апрель поставку в США примерно 600 тысяч баррелей нефти в день. Это максимальный объем за год. Казалось бы, может ли быть новость хуже? Однако в тот же день The Wall Street Journal обнародовала информацию о 20 танкерах, везущих в Штаты в общей сложности 40 миллионов баррелей саудовской нефти и планирующих добраться до нефтяных терминалов в конце мая. Тут мы переведем дух и напомним, что обязательства, взятые на себя всеми участниками нефтяной сделки, вступают в силу только с 1 мая, так что саудиты ничего не нарушают. В комментарии The Wall Street Journal президент нефтяной компании Latigo Petroleum Кирк Эдвардс заявил, цитата, «Мы знаем, что корабли приближаются, и тем не менее, никто ничего с этим не делает», конец цитаты. Происходящее Эдвардс сравнил с нападением на Перл-Харбор во время Второй мировой войны. Однако в данном случае саудовский танкерный флот пер на этот Харбор не очень быстро, и в дело включились американские политики под лозунгом «Сделайте что-нибудь», обращенному к Дональду Трампу. Типичной можно считать запись в Твиттер сенатора-республиканца Кевина Кремера, цитата, «Не дайте им разгрузиться на американской земле. Королевство не может затопить рынок и ожидать, что мы будем исправлять ситуацию», конец цитаты. Собственно говоря, именно тот факт, что Эр-Риад по-прежнему рассматривается Вашингтоном в качестве главного источника проблем для американской нефтянки, и ставит под сомнение возможность Саудовского королевства оказаться в числе победителей нефтяной войны. Напомню, что саудиты, кроме сокращения добычи на 2,5 миллиона баррелей в день от уровня октября 2018 года в рамках сделки ОПЕК+, были вынуждены под давлением США сократить добычу в рамках пула Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты еще на 2 миллиона баррелей. Понятно, что львиная доля сокращения здесь ляжет на Эр-Риад. Кроме того, саудиты дополнительно повысили от 2,5 до 4,5 долларов за баррель цену на нефть для Северной Америки, тем самым добровольно снижая конкурентоспособность собственной. Но, как мы видим, все равно единственным инструментом, который остается в руках Вашингтона для защиты своей нефтянки, является эмбарго. Кстати, кто там что нам про свободный рынок рассказывает? И вот при таком стечении взаимосвязанных и неслучайных обстоятельств произошел коллапс рынка майских нефтяных фьючерсов с падением цены почти до минус 40 долларов за баррель. Да, действительно, на пике паники при объеме одного контракта в одну тысячу баррелей его покупатель сразу получает 37 тысяч долларов и еще должен будет в мае забрать одну тысячу баррель нефти из хранилища в Кушинге, штатах Клахома. Чтобы не вдаваться в подробности, можно упрощенно сказать, что спекулянты, ранее купившие майские фьючерс на нефть в VTI, бросились продавать его по любой цене, вплоть до доплаты, лишь бы не принимать на себя обязательства физически забрать нефть в Кушинге. Причина этого поведения – отсутствие на рынке свободных хранилищ для нефти из-за огромного переизбытка предложения. Плюс панические новости о море нефти, плывущей из Саудовской Аравии. Возможно, в менее нервной обстановке цены не упали бы до таких адских глубин. Дело в том, что на момент этой катастрофической биржевой сессии хранилище в Кушинге было заполнено на 55 миллионов баррелей при максимальном объеме в 76 миллионов. Другие хранилища тоже были залиты еще не под завязку. В завершение сообщу вам о том, что в среду, 22 апреля, государственный департамент США продлил разрешение на работу с находящейся под санкциями венесуэльской государственной компании PDVSA до 1 декабря этого года американским компаниям Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Huge и Weatherford. В чем логика, брат? Все очень просто. Венесуэла поставляет США тяжелую нефть, которая сегодня в дефиците на фоне избытка легкой нефти. И эти поставки позволят загрузить нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на юге Соединенных Штатов. На этом наша программа подошла к концу. Международная панорама и ее ведущий Дмитрий Джангиров прощаются с вами. Берегите себя, оставайтесь дома. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok